Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему заказу по бланку новогоднему и фроше, который мне буквально полчаса назад доставили, вот в такой коробочке. Ее, в принципе, немножко даже видно. Сейчас я оттуда все буду доставать и показывать. Первое. Это обезьянка. Через годы обезьяны. Ну, на самом деле, кто не знает, то я коллекционирую обезьян. Их у меня сейчас где-то около 170, точно я не знаю. Может быть, когда я не сделаю обезьянку. Вот такая обезьянка. На картинке она выглядела примерно так же. Такая вот рыженькая, мягенькая, с хвостиком. Она шла в завесок к трем гелям для душа из новогодней коллекции. Сейчас я их достану. Вот они. В общем, это первый. Лимитирована коллекция пряные цукаты, апельсин и миндаль. 200 миллилитров. Сделано во Франции. Что радует. В общем, пахнет апельсином. Чуть улавливается там что-то еще. Наверное, это миндаль. Так, это у нас тоже ремитирована коллекция. Это апельсин и корица. Те же самые 200 миллилитров. Сделано во Франции. Он уже потемнее. Пахнет тоже довольно вкусно. Апельсин и, наверное, корица. Потом использую в деле. И, конечно, у меня пустых баночек не бывает. Они просто не доживают. Но я постараюсь потом рассказать о них в каком-нибудь обзоре. И это у нас пряная ваниль. На картинке она выглядела несколько светлее. Такой ванильно-специфический запах. Те же 200 миллилитров. В общем, все это сделано в Франции. Извиняюсь, а тут еще болей малости. Еще у меня был тоже такой наборчик. Заказывала в основном из-за вот этой вот мочалочки. Вот такая вот. Здесь вот тряпочка такая. Ну, наверное, она для скрабиков полезна. Подходит. А сверху такая вот. Вот. Оранжевая. И с ней шел в довесок вот этот гель. Апельсин и корица. На самом деле-то я заказывала, вот, проглядела. Ну, в принципе, и фраше мне положили так. Может, и к лучшему. Я заказывала два вот таких геля. Апельсин и миндаль. Ну, вот они что-то получили. Положили мне два апельсина корица. Кстати, он до шестого-восемнадцатого года. И этот тоже. И этот. А этот до седьмого-восемнадцатого года. В общем, вот такой набор с обезьянкой. Раз гель. Два гель. Три гель. И еще набор с губочкой. Также вот у меня тут белая такая коробочка. Из-за чего я в основном и делала заказ по новогоднему бланку, который очень-очень так ждала. У меня закончились практически мои любимые тухи. Цветочная диска. Красные классические. Вообще, у меня их две баночки по тридцать миллилитров. И там буквально по два-три пшика. Вот сейчас я при вас буду распаковывать эту коробочку. Вот тот классический набор цветочного диска с маленьким гелем по пятьдесят миллилитров. И тридцать миллилитров водички. Раньше он стоил по каталогу семьсот девяносто девять рублей. Сейчас он девятьсот девяносто девять. Вообще, хочу сказать, что в этом году российское представительство Айф Роше необоснованно подорожало. В плане четыре раза поднимало цены. И, допустим, ты точно, диска вот эта вот раньше стоила девятьсот пятьдесят рублей. Сейчас она, по-моему, тысяча двести. Уже после четырех дорожаний. Учитывая, что половина сейчас выпускается в России и качество несколько поменялось, у тех же шампуней и гелей все-таки поменялось. И цен такие завышенные, это, я считаю, не обоснованно. У меня тут коробочка хочет упасть. Вот они, мои любимые тушки. Мандаринчик, цитрусик, немножко малинки, сладенькие, цветочные. Хотя сейчас на мне жуткий черри шейван, который, если кто хочет, могу с кем-нибудь поменяться. Они пахнут даже при открытии. Мои самые любимые духи и фроше. Ну, вообще, на самом деле, у меня очень много любимых духов и фроше, но это самые первые и самые любимые. И вот такой маленький герик. Все еще сделанный во Франции, что радует. Десят миллилитров. Гелики, кстати, у них парфюмированные, мне не очень нравятся. После них кожа довольно сухая, и нужно чем-то ее смягчать. Благо, есть чем. Да, здесь тоже все еще во Франции. Так, дальше у нас для меня это новое. Это масло для ванной и душа. Тоже из пряной коллекции. Пряная ваниль. 150 миллилитров. Сроком до 8-го, 18-го года. Потом узнаем ее в действии. Может, даже сегодня узнаем. Это у нас скраб для тела. Вообще-то гель-гамаж. Для душа апельсина, корица. 250 миллилитров. Точно такой же был, только 200 миллилитров в тюбичке таком. Бывает у них, у меня в каком-то обзоре они даже были. Там такие вот земляничка, еще что-то. Последние эти новинки прошлогодней коллекции, в принципе, еще этого года, но считается уже, можно сказать, прошлогодней. Где была ежевика и малина. Такое вот. Это у меня пришло в подарок. Крем анти-Аш. Борется с основными признаками старения кожи. С двумя запатентованными инновациями. Тут все по-русски. Не совсем все по-русски. На самом деле, я думала, что придет туалетная водичка какая-нибудь, как обычно бывает под Новый год. Но вот пришел крем. Без всякого, извините. И даже не подумав, что мне, в принципе, 31 год. Крем для тех, кому за конкретное за. Но мы с моей тетушкой вчера поговорили. И она, Эйвен, не очень любит. На Новый год ей дарю вот этот крем. Он ночной. Уход в возрождение молодости с натуральными растительными клетками. Для всех типов кожи. Ну, на самом сайте Ифраши на него очень хорошие отзывы. Я думаю, он ей понравится. К тому же, моя тетушка любит Ифраши. И последний подарок. Тут должно быть три подсвечника. Сейчас я их при вас буду вскрывать. У меня где-то был ножичек. Канцелярский, которым я сегодня посылочку вскрывала. Перед тем, кто мне ее доставил. Тут, как обычно, инструкция по применению. Ненадежно запакованный пенопласт. Раз, стаканчик. Без всякого рисунка. Два стаканчик. И три стаканчика. Вот этот с блестками такой. У меня есть гель с блестками Ифрашиевский. С новогодней коллекции прошлого года. Ежевика. Блестки. Пахнет ежевикой. Блестки я не люблю. Так. Тут какая-то фигня, которая, наверное, высушивает что-то. И вот такая вторая часть. Вот такой заказик на 2082 рубля, если быть точной. Тушки. Гелик. Четыре гелика. Мочалочка. Обезьянка. Скрабик. Все скрабики мне нравятся в Икраше. Ивановский я пока еще не пробовала, только еще собираюсь заказывать. И масло для душа. Вообще у Ифраши есть молочко для душа. Из коллекции Хамам. Мне оно очень нравится. Но на данный момент у меня его нет. Ну и три посвечника с кремом. Если вы смотрели меня, то спасибо для просмотра. Надеюсь, вам было интересно. И до встречи в следующий раз. Пока.